Я всех приветствую, добро пожаловать в новый эпизод, где мы с вами будем уже больше сосредотачиваться на фразах, которые мы вполне себе можем использовать в нашей повседневной речи. И я недавно загрузил видео на канал, где я сравнивал изучение языков и инвестиций. И основная идея заключалась в том, что нам не следует все время обращать внимание на одну методику, то есть метод Мишеля Томаса, которому был посвящен этот канал. Этот канал является адаптированной методикой Мишеля Томаса для русскоязычных людей, но иногда полезно проводить такую диверсификацию, и в рамках этого плейлиста мы с вами будем больше внимания уделять методу доктора Пимслера. Итак, давайте посмотрим, какие фразы у нас есть на этом слайде. И эти фразы, они могут прозвучать во время нашего пребывания в Японии или во время нашего общения с японскими коллегами. Язык тут такой достаточно формальный. Итак, начинается у нас диалог. Фраза «сюмима сэн». «Сюмима сэн». Это переводится как «извините», но дословное значение это «я сделал что-то недопустимое и мне нет прощения». Ну, конечно, в обычном таком формальном контексте значение все это переводится как «извините». «Сюмима сэн». «Сюмима сэн». И посмотрим, тут у человека возникло желание задать вопрос «понимаете ли вы английский?» То есть английский «понимаете ли вы?» «Эйго га». «Эйго». И здесь мы видим, что первые два символа это уже не хирогана, это уже китайское письмо. «Канзи». «Эйго га». «Эйго га». «Вакаримас ка». «Ка» — это та самая частица, которая означает вопрос. «Эйго га». «Эйго га». «Вакаримас ка». «Эйго га». «Вакаримас ка». И такой у нас следует ответ. «Ие» — это отрицание. «Ие» переводится как «нет». «Ие». «Вакаримас эн». «Ие». «Вакаримас эн». Давайте посмотрим всё это ещё раз. «Сюмимас эн». «Эйго га». «Вакаримас ка». «Эйго га». «Вакаримас ка». «Ие». «Вакаримас эн». «Ие». «Вакаримас эн». И следует у нас такой ответный вопрос. «Нихонго га». «Вакаримас ка». И вот эти первые два иероглифа означают «нихон», что переводится как «Япония». «Нихонго га». Японский язык. Понимаете ли вы? «Нихонго га». «Вакаримас ка». «Вакаримас ка». «Нихонго га». «Вакаримас ка». И посмотрим, какой у нас ответ. «Хай». «Скоши». «Вакаримас». «Хай» — это переводится как «да». То, что обозначено таким цветом морской волны. «Хай». «Скоши». 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 «Это переводится как «немного». «Немножко». «Скоши». «Вакаримас». «Вакаримас». То есть, если мы вернемся к нашему диалогу. Да, понимаете ли вы английский? «Эйго га». «Вакаримас ка». И последовал у нас такой ответ. «Нет, не понимаю». «Ие». «Вакаримасен». «Нихонго га». «Вакаримас ка». «Нихонго га». «Вакаримас ка». «Понимаете ли вы японский?» И посмотрим, какой у нас ответ. «Хай». «Скоши». «Вакаримас». «Хай». «Скоши». «Вакаримас». И далее у нас следует вопрос. «Вы американец». Специально выделен вот этот канзи символ. Это означает «джинь». Для тех, кто изучал китайский, возможно, этот символ будет понятен. Это означает «персона». То есть «джинь» — персона из Америки. «Вы персоной из Америки являетесь?» «Дэсь» переводится как «быть», «являться». «Ка» — это та самая вопросительная частичка, с которой мы сталкивались много раз. «Анатава». «Анатава» — это «вы». «Анатава». «Америкаджин». «Дэська». «Америка». Это слово написано с помощью алфавита катакана. То есть там, где символы такие мягкие, если мы сталкиваемся с такими символами, то, скорее всего, это хирогана. Если символы уже чуть больше углов, то это катакана. Как правило, слова, которые пришли из иностранных языков, они написаны с помощью алфавита катакана. «Анатава Америкаджин Дэська». То есть «являетесь ли вы американской персоной?» «Анатава Америкаджин Дэська». И посмотрим, какой у нас ответ. «Хай». «Уаташи Ва». Ну и здесь мы видим, что вот этот символ пришёл из канзи. Это алфавит у нас канзи. А вот это уточняющая частичка «уа». «Уаташи Ва». Ну и здесь мы видим, что вот этот символ от алфавита хирогана, он и проскакивает вот у нас вот в этом местоимении. «Анатава». «Анатава». Ну в данном случае «Уаташи Ва». То есть «я». Да, «я американец». Или «я американской персоной являюсь». «Быть» является у нас «дэс». «Хай. Уаташи Ва Америка Джин Дэс». «Хай. Уаташи Ва Америка Джин Дэс». Да, я являюсь американской персоной, воплощением американской мечты. Итак, давайте заново прочитаем этот диалог и уже продолжим наше изучение в следующих уроках. Так. «Сумимасэн. Сумимасэн. Эйго га вакаримас ка?» «Ийе. Вакаримасэн. Нихонго га вакаримас ка?» «Хай. Скоши вакаримас. Анатава Америка Джин Дэска?» «Хай. Уаташи Ва Америка Джин Дэс». И на сегодня всё. Если вас интересует более углубленное изучение японского языка, где не только у нас будут такие уроки, но также где у нас будет возможность поработать с исходными файлами метода доктора Пимслера, то подписывайтесь на мою страничку в Патреоне. И у нас там будет и обсуждение, и, возможно, какой-то групповой чат мы с вами сможем придумать. И мы услышимся с вами очень скоро. Всем спасибо и всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова